МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мысли вслух». И сегодня мы узнаем, почему мужчины обращаются к косметологу, как сохранить густоту волос и раскроем все тайны микроблейдинга. У нас в гостях директор клиники «Санитас», кандидат медицинских наук, врач-косметолог, специалист международного класса Жирнова Нина Станиславна, замдиректора клиники «Санитас» Ефремова Ольга Николаевна, врач-трихолог, это специалист по волосам, и врач, имеющий второе юридическое образование. Также у нас в гостях Жирнов Сергей Александрович, это врач-косметолог, специалист по перманентному макияжу и маркетолог клиники. Одна из первых в Поволжье косметологическая клиника «Санитас» является семейной. Три поколения врачей работают в ней уже 25 лет. Прием ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории. Используются авторские методики, проводятся совместные научные исследования с ведущими институтами красоты страны и зарубежья. Жирнова Нина Станиславна, директор клиники «Санитас», кандидат медицинских наук, врач-косметолог, член общества специалистов эстетической медицины, эксперт международного класса. Ефремова Ольга Николаевна, заместитель директора по медицинским вопросам, имеющий высшее юридическое образование. Врач-трихолог, член Союза трихологов России. Жирнов Сергей Александрович, заместитель директора по маркетингу, врач-косметолог, член Международной лиги профессионалов перманентного макияжа. У нас, помимо наших гостей, еще есть наши зрители уважаемые. Я всех очень рада видеть. Нина Станиславна, расскажите, пожалуйста, про клинику «Санитас». У вас очень солидная организация, нигде нет никаких у вас ни рекламы, ни размещений в соцсети, ни найти ваших работ. Почему именно такая политика? Клиника существует 25 лет. Ее основал когда-то мой отец, Станислав Павлович Карпов, профессор, академик, доктор медицинских наук. В клинике уже работает третье поколение врачей. Клиника является семейной. Первоначальной специализацией была хирургия и косметология. Сейчас у нас терапевтическая косметология осталась. Много лет мы специализируемся на авторских методиках, потому что есть какие-то свои собственные наработки. У нас ведется научная работа совместно с кафедрой гистологии Чувашского университета. Появился свой накопленный опыт, интересный и большой. Мы тесно сотрудничаем с Институтом пластической хирургии и косметологии города Москвы. Они оперируют на нашей базе. Мы занимаемся реабилитацией. Тоже идет совместная работа. Работаем с Израилем, проводим там мастер-классы. Разработана своя линия косметики. Совместная с израильтянами. Вот сейчас мы будем ее привозить, запускать, проводить сертификацию. Часть мы уже сертифицировали, сейчас вот вторую половину как бы будем. Но почему мы так нигде, как говорится, не проявляемся? За 25 лет сложился свой контингент пациентов. Это уже, можно сказать, даже не пациенты, это уже наши друзья. В то время, когда в 90-е годы мы еще открывались, я еще был тогда самым достаточно маленьким, но тем не менее был свидетельным всего этого. А косметологии как таковой в Чувашии не было. То есть это направление стало модным и востребованным уже спустя несколько лет. Соответственно, у нас сформировался определенный круг преданных пациентов, который был достаточно велик. И если мы давали дополнительную рекламу, то запись становилась далеко идущей, слишком далеко идущей. Это было немножко дискомфортно. И для того, чтобы не создавать такую вот далеко идущую очередь, мы сохранили естественный поток. А вообще, что касается, наверное, вот такого агрессивного маркетинга, который на сегодняшний день сплошь и рядом, мы как-то все-таки придерживаемся той концепции, чтобы больше, наверное, уделять времени и сил на увеличение качества оказываемых услуг. То есть лучше больше работы, чем заниматься такой вот поверхностной самопрезентацией. В вашей клинике уже 15 лет оказывается услуга перманентного макияжа. Расскажите, пожалуйста, о новостях в этой области. И, возможно, о микроблейдинге можно тоже спросить. Да, перманентный макияж, наверное, на сегодняшний день уже для большинства людей уже такая знакомая процедура. Вот, вкратце скажу, в чем заключается ее суть, для тех, кто не знает. Мы делаем такой же макияж, который обычно наносят женщины, только это делается на более длительный срок. Вот, делается это посредством внесения пигмента в поверхностные слои кожи. Ну и, соответственно, длительность результата исчисляется месяцами и годами. Это уже зависит от техник, которую использует специалист. Об этом я сейчас чуть подробнее расскажу. Вот, но в общих чертах процедура эта направлена на тот контингент людей, которые любят красивый, аккуратный макияж и в то же время не любят тратить много на это времени. Кто же не любит? Получается, на всех направлено? Да, есть исключения, и их немного, но, тем не менее, в целом, наверное, люди все-таки любят делать это более качественно и быстро. А мужчины тоже обращаются? Вы вот сразу говорите, женщины, которые хотят выглядеть. Мужчины в моей практике обращались всего два раза. И что это были структуры? И то они не дошли. Не дошли. То есть... Детировать руки приходится. Да, в перманентном макияже есть еще, скажем так, маскирующий татуаж, называется он. Он направлен на решение проблем, связанных с какими-то дефектами. То есть есть, например, такая проблема, как тотальная аллопеция, когда выпадают практически все волосы, растущие на теле. И для того, чтобы придать лицу хоть какой-то вид, иногда мужчины делают, например, подводку век, бровей. Вот, то есть иногда даже на голове рисуют волосы. Создают имитацию маленьких волосков. Вот такое тоже встречается. Что касается новостей в перманентном макияже, их за последнее время достаточно много. И это радует, потому что раньше процедура была сама по себе для многих пугающая, поскольку красители были не всегда качественными. Расходные материалы, которые использовали для процедуры, и сама аппаратура была тоже не очень качественная. зачастую у некоторых специалистов. Но в конечном итоге это все пугало, потому что перманентный макияж выглядел не всегда естественно, и пигменты могли менять оттенки. На сегодняшний день мы имеем возможность работать, наверное, самыми лучшими красительными расходными материалами и аппаратурой. То есть буквально только за последние 2-3 года стали выпускать пигменты, которые уже не меняют оттенков. Более того, эти расходные материалы позволяют осуществлять новые техники. То есть в принципе в перманентном макияже аппаратном на сегодняшний день возможно делать все. Мы можем делать на более длительный период времени, который исчисляется годами, можем делать на достаточно короткий период времени, который исчисляется месяцами. Это все зависит уже от рук мастера и от техники, которую мы используем. То есть можно делать очень естественно так, что это будет слегка заметно. Можно делать так, что это будет достаточно выразительно, поскольку особенно в нашем регионе некоторые пациенты хотят, чтобы они видели, за что они платят деньги и чтобы это видели все окружающие. То есть здесь все уже зависит от пожеланий. По поводу микроблейдинга могу сказать, что да, такая методика существует, но в тот момент, когда она еще появилась, мы достаточно так глубоко постарались ее изучить, насколько это было возможно. И, честно говоря, не стали внедрять ее в работу, потому что было много сомнений уже на тот период. И вот на сегодняшний день, спустя примерно пару лет, эти сомнения, конечно, подтверждаются. То есть мы видим, что процедура достаточно сыроватая и многие заявленные преимущества на самом деле довольно голословны. То есть даже те же пациенты, которые однажды эту процедуру сделали, они сейчас вновь возвращаются к перманентному макияжу. Техники, которые в микроблейдинге используются и позиционируются как что-то новое, на самом деле перманентный макияж существует очень давно. Это, мне кажется, в большей степени, наверное, такая процедура, которая была создана для больших городов, где нужно было конкурирующую альтернативу какую-то перманентному макияжу предоставить. И для многих специалистов это хороший стартап, потому что она требует меньше затрат в плане себестоимости. Поэтому она получила такое распространение. По практике, конечно, ведущие специалисты, которые и в Москве, и в Санкт-Петербурге работают, и на собственной практике мы видим, что результаты не те, которые мы хотели видеть. Можете дать кратко пару советов о выборе специалиста по перманентному макияжу? На какие критерии обратите внимание? В первую очередь, конечно, желательно, чтобы это все-таки был человек с медицинским образованием, который работает в пределах медицинского учреждения. Во-вторых, необходимо, чтобы человек крайне чистоплотно относился к своей работе. В первую очередь, в выборе вообще формы самого перманентного макияжа, то есть тщательно прорисовываю предварительный эскиз. Подробно рассказывал, что и как он будет делать, чтобы человек в целом перед процедурой уже перспективу результата уже как-то ощущал. Желательно смотреть фотографии готовых работ, именно заживших, а не только что сделанных, потому что только что сделанная работа очень может сильно отличаться от зажившей работы, особенно это касается, например, волосковой методики перманентного макияжа бровей. То есть только что сделанная процедура может выглядеть идеально, буквально через неделю она будет расплывшаяся. Поэтому здесь, наверное, больше акцент необходимо делать на то, что уже можно увидеть на пациентах, проходивших через этого специалиста. Есть какие-то противопоказания к такому макияжу, к новому возрасту, какие-то проблемы с кожей? Есть абсолютные, есть относительные противопоказания. То есть чаще всего абсолютных противопоказаний, конечно, меньше, но перед процедурой мы с пациентом подробно оговариваем всё по пунктам, что, скажем так, из-за анамнеза у него, какие заболевания присутствуют в качестве абсолютных противопоказаний. Если есть относительные противопоказания, то мы уже как бы в индивидуальном порядке решаем, в данном случае, можем ли мы осуществлять процедуру или нет. А возрастные ограничения? Возрастные ограничения есть, но это связано больше с состоянием кожи. То есть не всегда в одном и том же возрасте есть определённый ряд заболеваний, и не у всех одинаковая кожа. То есть если человек в течение жизни ухаживал за кожей практически всегда, то возможно и в 70 лет эту процедуру осуществить. Если же есть какой-то ряд уже дополнительных ограничений, которые более абсолютные, то мы, скорее всего, этому пациенту откажем. А вообще можно делать процедуры такие косметологические, перманентный макияж, тоже относится, я так думаю, к косметологической процедуре? Можно ли их делать на дому? Вы можете делать на дому всё, что угодно. Другое дело, что никто ни за что не отвечает, у вас нет договора, специалист не заключает с вами никаких договоров, у вас нет амбулаторной карты, которая заводится в клинике. То есть если будут осложнения, ну самое страшное, анафилактический шок в домашних условиях. Допустим, всегда в клинике есть противошоковая аптечка, всегда есть возможность вызвать специалистов, потому что в соседних кабинетах тоже работают коллеги, потому что такие ситуации бывают, от этого никто не застрахован, аллергия фундов на всё больше и больше. Вы представьте себе, что ваш анафилактический шок произошёл в домашних условиях. Что будет делать ваш специалист, у которого даже нет медицинского образования? Аптечки у него нет явно. На шатырём? Нет, на шатырём. Знаете, вообще, в таких экстренных ситуациях, почему важно именно медицинское образование, и не столько образование, сколько опыт? Потому что человек, даже который обладает теоретической какой-то базой в плане решения этой проблемы, он просто теряется. Во-первых, вам могут сделать не сертифицированные препараты, а второе, специалист может быть просто не специалистом, он может быть как бы раскручен, распиарен его знакомыми, он начинающий. Не стерильная обстановка, как можно делать? Всё делается в процедурном кабинете, или в малооперационном. Всё, вариантов нет никаких. Там жёсткие требования идут. По санпину идут жёсткие требования. Какие требования могут быть, если вам делают на кухне, или как мне пациентка рассказала, я зашла, мне в прихожей поставили табуреточку, я села, сделали ботокс, отправили домой. Всё. Ну, какой ботокс на табуреточке? Вот. И плюс не остаются никакие документы, что если у вас будут какие-то осложнения, что вам сделал, никто никогда не догадается. И человек, который вам делал, он скажет, я вас первый раз вижу. То есть, такие ситуации тоже бывают. Ну, поэтому каждый решает для себя, беречь себя, своё здоровье, или делать на дому. Нина Станиславовна, а скажите, мужчины к вам приходят в наше нынешнее время, современное, да, мужчины, естественно, следят за собой. И как часто они к вам обращаются? Мужчины приходят, обращаются часто. Ну, скажем так, что у нас поменялся как бы социальный статус мужчин сейчас. То есть, если ты ведёшь большой серьезный бизнес, выглядеть при этом помятым и неухоженным, это уже не солидно. То есть, партнёры замечают, как ты выглядишь. Если ты выглядишь старше своих лет, скажем, не в лучшем виде, естественно, это как бы не придаёт себе определённого социального веса. Вот, мужчины приходят, причём всех возрастов, иногда очень даже неожиданные, скажем так, пациенты бывают. Но вот самая распространённая, наверное, процедура, которую они у нас получают, это лечение об лосине. То есть, мезотерапия, препараты. Ольга Николаевна сейчас поподробнее расскажет. Вот. Потом вторая процедура, которую очень любят мужчины и наиболее востребованной в мире, это введение бутылотоксина. Потому что чисто мужская процедура очень удобна, шёл, следов никаких после инъекции не остаётся, моментального эффекта нет, что зашёл весь в морщинах, вышел гладкий, никто не спрашивает, что ты сделал. В течение двух недель потихонечку разглаживаются морщины, эффект сохраняется полгода. То есть, раз в полгода можно себе позволить пойти. Вот. У нас мужчины в чебоксарах очень продвинутые, они даже делают бельфаропластику, оперируют веки. Были такие случаи, носы исправляют, но там чаще бывают посттравматические. То есть, и уход, кто-то приходит просто сделать маску и поспать, отдохнуть, релакс. То есть, каждый за своим. Да, каждый за своим. А так, конечно, наиболее востребовано это лечение облысения. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, подробнее про лечение облысения. Может, как сохранить нам густоту волос, красоту? Ну, во-первых, выпадение волос это аллопеция или аллопеция. И тот и другой термин имеет место быть. На сегодня видов облысения очень много. Аллопеция. И обо всем мы с вами поговорить не сможем. Но для того, чтобы ввести в курс дела, давайте условно все виды облысения разделим на три группы. Физиологическая, генетическая и патологическая. Итак, физиологическая аллопеция или физиологическое выпадение. У человека от 100 до 150 тысяч волос. И в норме 85% волос у нас растет, 15% выпадает. Идет естественное обновление. Когда процент выпадения больше 15, мы понимаем, что у нас с вами проблемы, потому что мы начинаем их видеть вокруг себя. И тогда мы уже понимаем, что нам нужно обращаться к специалисту. Но тем не менее, если норма, это физиологическое обновление. Следующим типом физиологической аллопеции является послеродовая. Каждая женщина, я думаю, испытала на себе, что после рождения ребенка, через 4-6 месяцев начинается выпадение волос, начиная от умеренного и кончая волосопадом. И следующий вид физиологического аллопеции, физиологического выпадения, это менопаузальная. То есть, когда женщина вступает в менопаузу, то же самое меняется гормональный фон, уходят женские гормоны и начинается выпадение волос. При послеродовой аллопеции женщина при нормальных волосах может потерять до 20% своего объема, при менопаузальной до 30%. Если до этого были проблемы с волосами, этот процент будет больше. Второй тип выпадений генетические. Это так называемая андрогенетическая аллопеция, которая как раз страдает большинство наших мужчин. И гнездная аллопеция. Андрогенетическая аллопеция, то есть здесь есть несколько степеней, поскольку это связано с генетикой, это связано с х-хромосомой. Передаем этот признак мужчинам мы, женщины, носителями являемся. И все зависит от того, насколько в роду этот ген накоплен, этот признак накапливается. Третий вид аллопеции это патологический. Это наша с вами кожа. То, что сверху и у нас с вами на голове, это стержень волоса. Внутри это корень или волосяная луковица, находится на глубине 5 мм. Вот за счет этого корня волос растет. К каждому крышку подходит кровеносный сосуд, который несет питательные вещества. Кроме питательных веществ обязательно должны быть микроэлементы железо, цинк, медь, сера, селен. Если нарушено либо питание, либо микроэлементный состав, будут проблемы с формированием корня. Дальше. Каждый корешок, как паутинка, оплетен нервными окончаниями. Отсюда роль стрессов в выпадении волос. И самое главное, волос самый гормонозависимый орган. Все гормоны, которые есть в организме, волос реагируют на все. Это щитовидные железа, это поджелудочные железа, это надпочечники, это молочные железа, это половые железы. Больше всего связано с половыми железами и со щитовидной железой. Итак, это то, что касается строения. Теперь давайте поговорим именно о патологических состояниях. То есть, по сути, это могут быть заболевания или синдромы, где выпадение волос может быть просто частью проявления этого заболевания. Итак, если касаться кровоснабжения, все то, что связано с шейным отделом позвоночника, с нарушением кровообращения в вертебробазилярной зоне, будет отражаться и на волосах. Волос кровоснабжается по остаточному принципу. Что это значит? Сколько дошло, столько он и получил. Поэтому все то, что зажимается, будет снижать кровоток и будет сказываться. Стресс... Можно массажем вылечить облысение, правильно? В комплексном лечении и смотря какое. Стрессы. Стресс, точка приложения сосудов, выбрасывается адреналин и вызывает спазм сосудов, снижение кровотока. Причем есть виды выпадения волос, где в 90% случаев стресс является пусковым моментом. Он является толчком, который запускает вот этот процесс. Атеросклеротические. Дальше. Микроэлементы. Вот мы сказали, что обязательно должны быть микроэлементы. На первом месте я поставила железо. Вот сегодня эта причина является достаточно большой в патологии выпадения волос у женщин, потому что по статистике у нас каждая третья женщина имеет железодефицитную анемию. Проблема с железом это анемия. То есть низкий гипоглобин. Причем, скажем так, больше проблем имеет неявная анемия, потому что она сразу видна и обычно терапевт или какой-то специалист корректирует ее. Больше значения имеет скрытый железодефицит на анемии, когда гипоглобин вроде бы в норме 120, даже 122, 119. А в принципе, если женщина обследовать на скрытый железодефицит на анемию, выяснится, что сыворочное железо снижено, ферритин запаса железа снижен. Это та база, на которой развивается вот это вот состояние. При этом у женщины будет слабость, головокружение, ломкость волос, секущиеся волосы, шелушащаяся кожа, ломкие ногти и так далее. Следующий момент это токсическое воздействие на волосы. Сегодня очень многие препараты в качестве побочных эффектов имеют выпадение волос. В частности, это очень многие кардиологические препараты, препараты, которые используются в психиатрии, в наркологии, контрацептивы, поскольку они на гормональной основе имеют так называемый синдром отмена. То есть, когда женщина их принимает, волосы очень хорошие, после того, как отменяется препарат, и через полтора-два месяца начинается выпадение волос. Отравление, то есть, это тяжелые металлы, это пищевые отравления, то есть, с общей интоксикацией тоже самое могут вызвать такие проблемы. Иммуномодуляторы, то есть, препараты, группы интерферон и все иммуномодуляторы при определенном состоянии могут вызвать выпадение волос, поэтому выпадение волос никогда не лечится иммуномодуляторами. И в частности, выпадение волос может вызвать высокую температуру. То есть иногда бывает ситуация, допустим, человек переболел гриппом, температура 39-40, 5-6 дней, на этом фоне очень высокий собственный интерферон, и через полтора месяца после вот такого гриппа начинается выпадение волос. И самая большая группа выпадений волос, это, конечно, эндокринные заболевания. То есть очень часто ко мне приходит, допустим, женщина, вот недавно была ситуация, когда она пришла с выпадением волос. В результате обследования мы выявили, у нее узел щитовидной железы, узел был достаточно большой, сделали пункцию, гистология показала онкологию, и женщина ушла, конечно, на операцию в онкодиспансер. Поэтому все заболевания щитовидной железы, это те, которые сопровождаются повышением функции, снижением функции щитовидной железы, будут сопровождаться выпадением. Сахарный диабет, высокий инсулин, тоже воздействует на волосы. Надпочники, кортизол, тоже вызывает выпадение волос. Ну и самое главное, я сказала, что это половые гормоны. Ольга Николаевна, всегда интересовал вопрос, почему именно с головы начинается облысение? Мы с вами сказали, что причиной мужского облысения является мужской гормон дегидротестостерон. Так вот, он есть как во половых органах, так и есть и на периферии. И на периферии он есть в волосах, в подкожно-жировой клетчатке и живота, в мышцах. Мы сейчас будем говорить о волосах. Так вот, для того, чтобы дегидротестостерон подействовал на тот самый корешок и расплавил его, нужно, чтобы были рецепторы, то есть точки, к которым он прикрепился. И нужен фермент, который бы из тестостерона сделал его дегидротестостероном. Так вот, женщина по наследству передает как раз эти признаки. Если у вас есть этот фермент, который переводит одну форму в другую, и есть вот эти вот ключевые точки, тогда дегидротестостерон будет приходить сюда и будет действовать. Так вот, эти рецепторы есть только на волосах головы. Причем лобно-теменная зона, то есть зона облысения мужчин, этих рецепторов в пять раз больше, чем на затылке. Поэтому даже при шестой степени облысения вот эта подковка на затылке, она остается. И, кстати, когда делают пересадку волос, их берут именно оттуда. Вот расскажите, какой существует протокол в вашей клинике приема первично? Не все сразу идут в клинику, вы знаете, наших людей, да, то есть масочка народная, какой-то шампунь купить или парикмахер посоветовал, да, и так далее. Вот, в моей практике, в работе нашего клуба, когда мы видим определенные признаки, то, естественно, встает вопрос нашего профессионализма обратить внимание нашего гостя и порекомендовать ему обратиться к врачу. Вот мне интересно, какой существует у вас протокол диагностики, то есть приема. Вот я направлю к вам своего клиента, да, при этом скажу, там с тобой поступит вот так-то. И даже если вы не дойдете до начала лечения, да, то вот какая будет проходить консультация? То есть вот я хочу узнать из первого пустя, куда отправлять мне клиентов, у которых пограничное состояние, неэстетическая лапеция, скажем так. Ну, во-первых, я хочу пригласить вас лично к себе на прием для того, чтобы вы на своем опыте непосредственно убедились. Прочувствовала точно. Спасибо, очень грамотно. И второй момент. Во-первых, есть нормативный документ, который называется «Номенклатура работы и услуги здравоохранения», где расписаны приемы всех специалистов. Сегодня врач не может начинать прием так, как он хочет. Вот, извините, ко мне пришел Сергей, я начала рассматривать его левое ухо, только потому, что мне так захотелось. Есть определенный порядок приема, который регламентирует наши действия. Во-вторых, у нас есть приказ 381-й от 2012 года, который так и называется «Порядок оказания косметологической помощи», который тоже самое все расставляет по своим местам. Мой прием идет час. Он у меня состоит из двух разделов. Первый раздел — это сбор анамнеза. То есть я как врач обязательно, во-первых, провожу опрос пациента, во-вторых, наши администраторы всегда предупреждают, что если у вас есть карточка и есть анализы за последние три года, пожалуйста, с собой возьмите все обследования, все анализы, которые у вас есть. После того, как я собрала анамнез, я перехожу к диагностическому обследованию. Сегодня есть изумительный способ диагностический — это трихоскопия, то есть аппаратная методика, которая позволяет рассмотреть кожу, волосы, стержни, корни на всех уровнях. Причем вы, как клиенты, как пациенты, это видите сами. Я вам конкретно показываю и это все объясняю. Это очень страшно, я знаю. После того... Эффект, наверное. Мы прервемся на рекламу, но скоро вернемся. Мы продолжаем обсуждать нашу тему. То есть мы считаем и плотность волос, и диаметр волос, и смотрим, насколько изменена стержень, и самый главный корень, вот та причина, о которой я вам говорила. То есть мы это видим визуально. После того, как я провела все эти исследования, дальше из жала пациента, то есть я понимаю, какие у него есть проблемы, и я сразу назначаю анализы. Кроме того, я смотрю те анализы, которые есть. Если я, допустим, у женщины, увидела, что в прошлом году у нее был гемоглобин 109, а во время беременности вообще 85, и что она принимала препараты железа, что у ребенка тоже была анемия, конечно, я ее обследую на железодефицитную анемию. То есть вообще, по большому счету, абсолютно всем, если только нет свежих анализов, я назначу общий анализ крови, если есть необходимость на скрытую железодефицитную анемию, обязательно гормоны щитовидной железы. А дальше уже, исходя из того, какие заболевания вы имеете, какая у вас наследственность, если есть необходимость, назначаю половые гормоны, если есть необходимость, проверяю сахар. Вот все то, что я считаю нужным в результате нашей с вами беседы. И следующий момент. Обычно пациент сначала задает анализы, с результатами приходит ко мне, и уже исходя из того, что я увидела, я назначаю уже свое лечение. Если у пациента есть изменения в анализах тех же самых гормонов, я рекомендую к какому специалисту, не фамилию, а именно, скажем, к какому специалисту пойти, и говорю, что мы будем работать в паре. То есть вы, пожалуйста, после того, как посетите этого специалиста, принесите мне копию его заключения и копию тех анализов, которые он получает. И уже, соответственно, мы корректируем. Иногда бывает так, что я с этим доктором созваниваюсь, и мы по телефону можем обсудить тактику совместного введения. Спасибо вам большое за этот ответ, потому что, вот как в нашей профессии, тут коллеги, да, в парикмахерском деле или в салонном бизнесе появилось очень много, их называют, домушники, да, там, арендаторы и так далее, то трихологов, по-моему, сейчас тоже очень много, и не все подходят так серьезно, как это делаете вы. Ольга Николаевна, в первую очередь, очень грамотный тревожный терапевт. В первую очередь. Да, дело в том, что вот комплексный подход, он решает все, потому что очень часто приходят ко мне клиенты и говорят, что им рекомендовали такие-то капли, такой-то лосьон, да, такой-то шампунь, и все на этом заканчивается. Вот у меня второй вопрос, если позволите. Ваше мнение специалиста. Может ли нарушение, скажем так, гигиены или отсутствие культуры гигиены, отсутствие культуры использования хорошей косметики? Я понимаю, что это условное понятие. Сейчас объясню, почему появился термин «хорошая» и «плохая». Привести к проблемам с волосами, вплоть до выпадения. Потому что, например, мужчины, вот у нас в списке вопросов обозначено, да, по мужской облысении, может ли парикмахер вылечить облысение. Опять-таки, из собственного опыта, практики именно общения с клиентами, могу сказать, что в большинстве случаев наши мужчины получают косметику по остаточному принципу. Потому что, ну, кто нами занимался в детстве? Мамы и бабушки, да? И выбор в возрослой жизни, кто нам покупает косметику по уходу, тоже происходит с женщинами, если они есть, конечно, рядом, да? Вот. И в результате нам достаются шампуни, либо подарочные наборы из Ашана. Нам так 3 февраля. Либо еще что-то. Ну, то есть я это веду к тому, что косметика – это не самого лучшего качества. И мы очень часто наблюдаем, что наши мужчины пользуются… Мы не со зла. Мы не со зла вам такую косметику дарим. И, скажем так, очень примитивными средствами, не обращая на это внимания, потому что, ну, мужчины должны быть чуть симпатичнее обезьяны. Более такое распространенное мнение. Я убежден, как парикмахер… Женатый мужчина должен быть симпатичнее. Я убежден, как парикмахер, что плохая косметика – это плохо. То есть это не только отсутствие эстетического вида волос, это и прямой путь к каким-то будущим проблемам. Потому что я знаю, вот вы хотели подтвердить это или нет, что скальп на самом деле достаточно чувствительная область. Я имею в виду в плане проникновения в кровяное русло и так далее. Все мы сейчас умные знаем, парабены, консерванты, отдушки и так далее. Так вот, я сужаю свой вопрос, и я хочу знать ваше экспертное мнение профессиональное. Может ли плохая косметика и, скажем так, нарушение режима гигиены или его отсутствия привести к проблемам с волосами вплоть до выпадения? Вот такой у меня вопрос. Может. Вернемся к строению, которое я вам обрисовала. Стержень, корень. Вот у нас с вами чуть выше корня расположена сальная железа, которая выделяет сальный секрет и для того, чтобы... Значит, этот секрет выбрасывается в воронку, на кожу, смешивается с потовой железой, эмульгирует, разжижается и образуется пленочка, которая покрывает кожу и стержень. Если бы этого не было, то, по большому счету, на нашей коже с вами были бы рвы, ямы, царапины, раны, которые нагнаивались бы. Инфекции всевозможные. Конечно, да. Так вот, в зависимости от того типа обмена веществ, которые вы получили от родителей, но и от общего состояния, секрета может быть много или мало. Если секрета много, это будут жирные волосы. Если мало, это будут сухие. Если так, как нужно, это будут нормальные волосы. Клеточки кожи отмирают через 28 дней. Это цикл их жизни. Опять, все зависит от того, какое состояние вашей кожи. Этот процесс может быть укорочен. Это может быть 26, 24, 23. Причем, когда они слущиваются, они могут полостами лежать на коже. Либо слущиваться, подниматься по волосам. Это то, что мы называем перхотью. Снег на плечах. Да. Но если это сухая перхоть, потому что она может быть и жирной, и сухой. Так вот, иногда вот эти клеточки мертвые пропитываются вот этим секретом и как пробочка закрывают устье волоса. Тогда, когда я смотрю при трихоскопии, я вижу покраснение, гиперемию, отек, венозный застой. Естественно, появляется зуд, пациент начинает расчесывать и даже такие небольшие кровоподтеки, кровоизлияния. Плюс, если сделать мазочек, кожа головы нестерильна. У нас есть стрептококк, стафилококк, протеи, дрожжи, грибы и даже плесень. И когда вот этот баланс нарушается, нарушается и нормальное соотношение этой микрофлоры. У нас могут преобладать стрептококки и стафилококки, тогда это будет склонность к нагноениям по типу прыщей, гнойничков. Иногда, когда преобладают дрожжевые грибы, это будет вот очень сильная перхоть по типу сибарейного драматита и даже что-то напоминающее псориаз, сопровождающее сильным взудом, жжением, раздражением и так далее. Причем этот процесс иногда может достигать такой степени, что на коже образуются корочки. Приходят пациенты, которые буквально вот с корками. И, соответственно, усть расширяется, волос ослабевает и начинается выпадение волос на фоне вот такого сибарейного драматита. Если говорить о косметике для волос, трихологической косметики... Извините, нет, не о трихологической. А вот масс-маркетная косметика. Мы пришли в магазин, купили за 53 рубля шампунь для мужчины. Где такой магазин? Я имею в виду то, чем мы пользуемся для волос. Немножечко неправильно выразить. Вот давайте скажем, вот она общая сеть, вот она профессиональная, скажем так, ваша линейка, и вот она моя лечебная линейка. Значит, мы с вами будем говорить о профессиональной лечебнике, потому что в этой ситуации, которую я обрисовала, общая, вот та, которая в магазинах, она даже не обсуждается. Не обсуждается почему? Потому что она плохая, и потому что она не соответствует требованиям. Я как раз тому и веду, что, например, я был холостой, да, все у меня было хорошо, а потом я женился, бюджет не урезали, косметика стала дешевая, и может ли у меня появиться сиборея, потому что у меня, например, шампунь слишком обезжиривает, и высушивает мне кожу гидропидную мантию, мне уничтожает, да, там у меня стафилококк заводится и перпит, да. То есть в чем причина? А потом я попадаю к вам, понимаете? А еще будет дергаться глаз, потому что... Ваш бюджет выделит деньги на приемку от банколога. Ну, во-первых, для того, чтобы правильно ухаживать за волосами. Давайте я развею один из мифов о том, что шампунь лечит от выпадения. Вот смотрите, шампунь от выпадения не бывает, это разводиловка. Шампунь — это средство для правильной очистки кожи головы. И вот здесь нужно правильно подобрать шампунь для вашего типа. Это для нормальных волос, для склонных к жирности, для жирных волос или для сухих волос. Точка приложения и компоненты будут разные. Во-вторых, допустим, у мужчин, естественно, преобладают андрогены, то же самое дегидротестостерон, тестостерон, он усиливает выработку сальных желез, поэтому они сальностью страдают больше. И есть такие процедуры, как пилинги, которые нужно проводить, и это средства правильного ухода за своими волосами. Они для разных типов волос разные. Есть лечебные, есть обыденные, но обязательно в арсенале они должны быть. Нинственна Славовна, прекрасно выглядите. Расскажите нам, как остановить старение. Спасибо. Не так, как хотелось бы. Остановить старение. Что мы подразумеваем под старением? Наша клиника позиционирует себя уже много лет как клиника антистарения. То есть не только косметология, но и антистарение. Старение – это общий процесс организма, который включает в себя старение органов и систем, и падение функций, какое-то снижение функций каких-то органов. Но мы как бы занимаемся бы эстетической частью больше. Но сейчас, в последний год, мы ввели в состав клиники эндокринолога и кардиолога, потому что процесс старения, к сожалению, затрагивает и внутренние органы, поэтому у нас принимают специалисты. Это Ольга Николаевна к эндокринологу часто как раз отправляет нашему. С эстетической точки зрения остановить процесс старения надо, как сейчас принято говорить, что стареть мы начинаем не в 25 лет, и не в 30, как говорят, что когда я буду старенький, я пойду к косметологу. Стареть мы начинаем с 15 лет, к сожалению. Уже поздно. Пубертатный период заканчивается, мы начинаем стареть. Что здесь? Страшного ничего нет, в общем-то. Это жизненный процесс. Просто надо начинать ухаживать за лицом не тогда, когда уже всё плохо, а тогда, когда надо начинать действительно за ним ухаживать. Но в зависимости от того, что, конечно, мы не будем молодым людям, подросткам предлагать какие-то препараты с полипептидами, с сильнодействующими препаратами. Это обычно хороший уход просто. Достаточно бывает иногда его. Приводит подростков в сугревую болезнь, достаточно просто поменять ему уход, сказать, чтобы после тренировки он очищал лицо хорошо, не выходя на улицу, чтобы поры не закрывались. Там применял специальные препараты, желательно профессиональную косметику. Как вот очень грамотный вопрос по профессиональной косметике задавали. Это касается и кожи. То есть есть космецевтика, это лечебная косметика, которая на грани лечебных препаратов и косметики. Есть масс-маркет, даже, может быть, и люкс-классы, как Диор, допустим, там Шанель и прочее. Но, тем не менее, это масс-маркет. Это не лечебные препараты. Поэтому мы работаем на профессиональной косметике. Уход для каждого возраста заключается в своих процедурах. То, что мы делаем в 25 лет, мы не делаем, допустим, уже... То есть нет смысла делать в 40 лет. То, что мы делаем в 60 лет, мы никогда не сделаем девушке в 30 лет, допустим. Правда ли, что правильным уходом можно победить гены, которые достались от родителей? В какой-то степени, да. Потому что проводились исследования. Вот если, может быть, видели, есть такая очень популярная фотография. Две пациентки, они близнецы. Одна живёт в Австралии. То есть там инфляция, там очень мощное воздействие солнца. Ну вот, к тому же она курит, ведёт такой достаточно беспорядочный образ жизни. А другая дама жила в Англии. Они практически генетически однисовые близнецы. То есть генетика одинаковая, то и другой. Австралийская дама с признаками фотостарения, с пигментацией, глубокими морщинами. Её сестра, которая живёт в Англии и ведёт более упорядочный образ жизни, ухаживает, она выглядит совершенно по-другому. Лет на 15 мало уже лет. То есть воздействовать на генетику можно. Вот и тут радует. Опасны ли современные методы борьбы с морщинами? И какие методы существуют? Методы существует масса. Сейчас самый популярный это у нас препарат ботокс, да. Наверное, гиалуроновая кислота популярна, нити популярны. Ну, это вот филеры, да, это я вот так, опять же, из рекламы могу сказать. Ботокс был всегда, как говорится, это неврологический препарат. Его первым привезла в Ольградмирный Орлов в страну в 92-м году. Этот препарат неврологи очень широко используют для лечения спазмов, гемофициального спазма, спастических параличей. И исследовали ботокс неврологи, к счастью, вдоль и поперёк. Потому что когда вот у нас неграмотные журналисты пишут, что ботокс парализует мышцы, что мышцы потом не будут работать, это, извините, не соответствует истинно. То есть, если знать принцип действия ботулотоксина, то это проще рисовать, конечно. То есть, представьте себе синапс, это нервное окончание, которое идёт от центральной нервной системы. На конце его существует, то есть, такой синапс, который выделяет ацетилхолин, и с помощью вот этого ацетилхолина команда от центральной нервной системы, от головного мозга, передаётся на мышцу. То есть, у вас испортилось настроение, вы решили нахмуриться, мозг передал команду, мышцы нахмурятся. Вот выделился ацетилхолин, мышца нахмурилась. Так вот, ботулотоксин заблокирует выделение этого ботулотоксина на синапсе. То есть, вы нахмурились, мышца не среагировала. А существует и обратный эффект, что мышца не среагировала, команда в мозг, всё хорошо, чего мы хмуримся, всё прекрасно, настроение улучшается. Да даже и такой эффект обратной связи как бы сейчас уже есть. Извините, что перебью, а может быть какой-то необратимый процесс или какой-то двоочный эффект очень сильный от инъекции? Необратимого процесса не бывает. Как выяснилось, сейчас существует такое очень интересное явление, как спрутинг, которое до конца не изучено. То есть, когда мы блокируем основной синапс, то есть, перекрываем вот этот вот контакт с мышцей, выше этого синапса начинают отрастать новые молодые нервные окончания. Вот это явление называется спрутинг, то есть, восстанавливается иннервация за счёт дополнительных нервных волокон. То есть, она даже улучшается в какой-то степени. А когда восстанавливается снова деятельность синапса этого, вот эти окончания уползают обратно в нервное окончание основное. Вот это вот не до конца не объяснено, не изучено, но тем не менее это существует. А сколько лет уже активно используется в косметологии? В косметологии используется где-то с 92-93 года. То есть параллельно с неврологами. А с какой периодичностью лучше делать? Ну, считается, что делается раз в полгода в среднем где-то. То есть ботулотоксин через полгода уже прекращается в свое действие. С самого ботулотоксина, хорошего ботулотоксина. То есть, если вы знаете, у нас серфицировано 5 препаратов ботулотоксина в нашей стране. Это аллерган США, это ботокс. Диспорт, это бафур и псен, французский препарат. Ксиамин, мерц, немецкая ферма. Китайский лантокс. И сейчас у нас вышел рилотокс, это уфимский препарат. Уфимский завод делает у нас поливакцин. Вот это наш российский препарат, который мы долго-долго ждали. Ну, что-то неоправдало ощущение наше все и желание. Стоит так же, как французский, а немножко действия-то не очень. Вот. И сейчас появился еще один корейский препарат. Он проходит апробацию, тоже, может быть, будет серфицирован. Вот. И то есть, если мы, допустим, считаем препарат такой, как сиамин, он действует 2-3 месяца. Самые слабые из них. Вот. Потом идут диспорт и ботокс, которые где-то на полгода рассчитаны. Опять же, зависит от мышц. Мышцы в углах глаз, допустим, они расслабляются быстро, и также быстро приходит тонус. Рекомендуется подкалывать где-то через 4 месяца. Мышцы в межбровной области более мощные, расслабляются дольше, но дольше держится эффект, до полугода. Кто-то и до года держится тоже. Но если ты начала делать эту процедуру, вот, и раз в полгода, значит, вода в семье сегодня начала, и, значит, я должна всю жизнь... Не должна. Вы абсолютно ничего не должны. Это тоже распространенное заблуждение, что если ты уже начал делать ботокс или филер, ты должен делать всегда. Абсолютно не должны. Вам не понравилось, вы не делаете. Синдрома отмена нет. Хуже не будет, будет лучше. Потому что за то время, пока мышца была расслаблена, восстановилось ее кровоснабжение, снялся спазм, и она даже лучше функционирует. Вот и улучшилась структура кожи. Привыкание есть к препарату? Привыкание хорошо выглядит только. Если вы привыкли к хорошо выглядеть, вам уже не хочется выглядеть. Скажите, пожалуйста, на подобных встречах я постараюсь всегда занять позицию клиента, или в вашем случае пациента. И такое количество сейчас маркетингов, информационного шума, рекламы, да, вот реальная ли ситуация, если пациент придет к вам в клинику и начнет визит или встречу с вашей клиникой, вот с всевозможных вопросов, покажите мне сертификат. Пожалуйста. Они висят на стене при входе. Там, кто производитель, кто поставщик, кто, то есть, понимаете, да, о чем я говорю, вот в вашей клинике это комфортно будет воспринято? Без проблем совершенно. У нас первичная консультация врача проводится, все вопросы, которые у вас есть, вы задаете. Потому что очень часто, вот даже из нашей практики, я очень всегда даже своим знакомым говорю, что если вы ищете новый салон, да, не надо туда идти и стричься, сходите туда на укладку, да, или не надо делать маникюр, сходите туда на покрытие ногтей. И когда вы туда придете, задавайте все время вопросы, смотрите, выясняйте, спрашивайте. Вообще, у нас даже приветствуется такой подход. Мы сами рекомендаем. Я просто пользуюсь лучшим телевидением, хочу эту мысль донести до наших всех зрителей, потребителей, что мы сами в этом виноваты очень часто. Да, вот говорили сегодня про процедуру микроблейдинга, да, что делают там подпольно, о инъекциях на дому. Вот мне кажется, что надо всем говорить о том, что не стесняйтесь задавать вопросы и узнавайте компетенции специалистов. Это очень правильно, это ваше здоровье. Вы должны это делать. Нет. То есть, у вас все открыто, вы готовы к диалогу и предоставлению людей? Пожалуйста, все сертификаты, все, мало того, когда препарат, допустим, тот же филер, когда вот скрывается, открывается коробочка, они же запечатаны идут, серийные все, то есть, при пациенте показывают, что мы будем делать, вот этот филер, вот такой-то фирменный, значит, вот филер закрыт, и вы открываете при нем, то есть, это полагается дело при пациенте, как бы. Вот, вы клеите ему бирочку, на памятку, которую даете, остается вторая бирочка в вашей амбулаторной карте, то есть, вы всегда ее можете поднять, если какие-то осложнения, дай бог, вы всегда это можете увидеть. Ну, вот, и, как бы, знаете, вот мы приветствуем то, когда пациенты задают вопросы, потому что, когда я не понимаю людей, которые приходят с улицы и не спрашивают, что им будут делать, вот так подставляют лицо, лишь бы это было подешевле, это совершенно неправильно. Ну, вот. У нас все врачи имеют вторую клиническую специальность. У нас педиатры, я рематолог, допустим, Ольга Николаевна терапевт, то есть, мы привыкли человека воспринимать в целом. Я не хочу кидать камни в адрес дерматологов, но у них как-то немножко отдельно, вот, кожа отдельно, остальное отдельно, так не бывает. Вот, и поэтому у нас какой-то принцип такой, что, в первую очередь, безопасность. То есть, вот, принцип врача не навреди, соблюдается свято. Если у меня есть сомнения какой-то методики, я не буду ее делать. Если я не буду делать ее себе, я никогда не буду делать ее пациенту. Вот, мы никогда не вводим новые какие-то методы зарекламированные, потому что, вот, приезжаешь на конгресс, там, ой, как хорошо, как хорошо, все замечательно. Мы ждем 2-3 года, когда работают коллеги. Уж извинят они меня, конечно, но на своих пациентах мы не экспериментировали. Вот, когда уже будет какая-то доказательная научная база накоплена, когда уже будут все осложнения выявлены, которые через 2-3 года, как правило, бывают, вот тогда, если все устраивает, если нет вопросов, то да. Скажите, а как вы относитесь вот к буму корейской косметики? И есть ли у вас в клинике какие-то аналоги, используете ли какие-то новинки? Вы знаете, корейская косметика неплоха по своей цене, как говорится, и по составу. Понятно, да. Да, но вот есть немножко большие различия есть между европейской сертификацией и азиатской сертификацией. То есть, европейский сертификат должен содержать все абсолютно компоненты, которые находятся в косметике, вплоть до отдушек, парабенов и прочего всего. Вот, в азиатских регионах у них немножко другие требования, то есть, они могут написать, что, конечно, крем содержит коллаген и все. А что там еще содержит, мне неизвестно. То есть, риски большие? Риски есть, да. И они не очень любят экспериментировать. Там слизь улитки, кровь ящерицы и прочее. То есть, вы не играете в эту рулетку в своей работе? Мы играем в рулетку, если препарат сертифицирован. По всем правилам. То есть, есть сертификат, вопросов нет. Он прошел апробацию. Мы вот сами занимаемся сертификат со своей израильской линией, которую сами создавали. Я просто представляю, что это такое. Мы проводили клинические испытания своей косметикой в институте красоты на Арбате. Вот у нас очень серьезные такие были клинические испытания лабораторные тоже. Потом, если есть сертификат, если ее проверили, опробировали, поработал на ней кто-то года два, почему нет? А то, что скоро у вас появится, это лицо, тело? Это лицо. Только лицо? Да, да. Это как бы наши наработки. Мы сейчас сделали антиэйч-линию. Для волос? Для волос нет пока. А будет? Может быть, это такой недешевый процесс. То есть, это работают наши партнеры. Мы только свои пожелания и научную базу, как пишут для них рекомендации и прочее. Нина Саниславовна, ваша клиника давно занимается пластическими операциями восстановления. После них и удалением рубцов. Расскажите, пожалуйста, сейчас опять тоже, благодаря рекламе, говорят, что можно каким-то кремом помазать, и якобы рубец пропадет. Дальше мы мажем, ничего не происходит, все расстроены, что это нереально сделать. Расскажите, пожалуйста, как. Удалением мы не занимаемся, мы лечением занимаемся, потому что не все рубцы можно удалить. Пластической хирургией мы занимаемся с 1998 года с Институтом пластической хирургии и косметологии в нашем знаменитом на Ольховке. Приезжают хирурги, на нашей базе оперируют, мы проводим реабилитацию потом. С рубцами так получилось, что, наверное, мы столкнулись уже давно после своих пациентов лечения. То есть, любой рубец надо лечить. То есть, они бывают трех типов. Нормотрофический нормальный рубец, гипертрофический, который как бы нарастает вот сверху немножко больше, чем нужно. Атрофический, который вот впал. И вот после выгревой болезни мы видим вот эти вот атрофические актные рубцы. Вот. И патологический рубец отдельно выделяем. Это килоидный рубец. Килоидный рубец – это уже не норма, это уже заболевание. Вот. Самое опасное – это килоидные рубцы, потому что, к сожалению, наши хирурги очень мало о них знают. И они очень быстро принимают решение о том, что надо немедленно иссечь вырезать. Вот. У нас были пациенты, у которых вот копеечную монетку был рубец, и в результате получился вот на груди вот такой знак зора, потому что уже перемещение тканей хирурги делали. Мы даже хотели с хирургическим обществом, с нашим совместным заседанием провести, рассказать о рубцах, чтобы они хотя бы не трогали, хотя бы отправляли к нам. Лечение рубцов содержит очень много моментов. Там и гормональные препараты вводятся, применяются, и лазеротерапия применяется, и фонофарез с какими-то препаратами. Ну, то есть, это зависит от того, какие рубцы. Вылечить можно? Можно, можно. И чем раньше, тем лучше, потому что распространенное мнение, которое хирурги вот говорят нашим пациентам, полтора года ждете, а потом пойдете лечить, это корень неправильно. Мы с вами после пятого дня, после пластической операции начинаем заниматься рубцами. Вот на веках, в частности, чтобы рассосать полностью, чтобы не было совсем следов. Можно говорить, на самом деле, нам очень долго, очень интересно. У меня еще миллион вопросов вообще. Еще столько хочется спросить, но, к сожалению, время нас поджимает. Расскажите, пожалуйста, нам напоследок о планах своих, о планах клиники. С чего нам ждать? Планы у нас большие. Переехали мы в новое помещение свое, наконец, которое долго строили. Вот сейчас мы планируем развивать как раз вот косметику нашу израильскую, продвигать на наш рынок, потому что фактически это, в общем-то, адаптировано под наше население, можно сказать, под население Чебоксар. Поскольку мы заказывали конкретно рецепты, какие бы нам хотелось иметь вот с нашей зимой, с нашим летом, вообще с проблемами наших пациентов. Поэтому я считаю, что это вот очень будет у нас интересная линия такая. Мы уже привозили, нашим пациентам очень понравилось. Сейчас пройдем все невыходимые юридические моменты. Вот. Трихология. Ольга Николаевна у нас очень широко все новые конгрессы посещает, освещает, то есть привозит все новое, то есть у нас много новых методов лечения сейчас вводится. Вот перманентный патуаж Сергей Александрович тоже продвигает на самом современном уровне. Вот. Несколько новых аппаратов планируем купить, и у нас постоянно совершенствуется мезотерапия, биревитализация, то есть мы в основном работаем авторскими методиками, как бы не делаем упор в сторону аппаратной косметологии, потому что есть вопросы и к лазерам, и к РФ-пилингу, и к РФ-лифтингу. Вот. Не до конца все-таки изучены эти все методики, и не очень мне нравится то, что получать через несколько лет после этого всего. Вот. Поэтому мы работаем ручными, авторскими методиками. Во-первых, само, как говорится, то, что энергетика доктора, его биополе, это тоже очень большое как это влияние оказывает. Мы много ездим по разным странам, вот были в Китае, в азиатских регионах, смотрим, как работают коллеги. Я как тренер, не тренер, а эксперт международного класса, часто бываю просто в других странах, смотрю, как работают коллеги. Вот что новое там нравится, мы привозим. Что-то не нравится, что-то не вводим. Что-то принципиально неприемлемо, какие-то методики, которыми, в принципе, работают в мире люди. Ну, есть сомнения, мы их не будем. То есть безопасность пациента в любом случае превалирует всегда. Мне кажется, еще творческий подход к своей работе очень, и это на самом деле импонирует, потому что, когда человек любит свою профессию и не просто хочет на этом зарабатывать, а именно творчески развиваться, мне кажется, будет всегда результат, потому что, ну, получить качественную услугу в хорошем центре, ну, понятно, что это стоит денег, и мне кажется, что женщинам нужно просто, и мужчинам, так же себя просто полюбить, потому что они настолько богаты для того, ну, чтобы покупать дешевые вещи. Нина Станиславовна, скажите, пожалуйста, а гиарулоновая кислота, как она вообще воздействует на кожу, и полезно ли это, нужно ли делать? Может быть, можно обойтись просто ботоксом, например? Ботокс и гиарулоновая кислота немножко разные вещи. Я понимаю, что это разные вещи, но, тем не менее, косметологи всегда предлагают и биоревитализацию, например, чтобы был эффект посильнее, да. Ну, это все в комплексе, да, правильно. Гиарулоновая кислота это вообще компонент нашего организма, составляющая, это не народное тело, она содержится в цикловидном теле, в крови, в лимфе, в костях, в хрящах, вот когда начинают хрустеть суставы, это уменьшается количество гиарулоновой кислоты. После 25 лет ее вырабатывается, к сожалению, все меньше и меньше. Используется в нескольких видах. Используется для мезотерапии. Это низкомолекулярная, с короткой цепочкой гиарулоновая кислота, которая быстро увлажняет ткань и также быстро выводится. Есть модифицированная гиарулоновая кислота, но я так это очень схематично рассказываю. Модифицированная гиарулоновая кислота, там более высокий молекулярный вес, там молекулы сцеплены между собой поплотнее, чтобы ее гиарулонидаза не могла разрушить. Они используются обычно для ревитализации. Добавляются к ним пептиды различные, аминокислоты, то есть для оживления кожи, для стимуляции, образования коллагена и эластина. Третий вид гиарулоновой кислоты это филеры. Филеры, наполнители, которые используются для контурной пластики. Увеличение губ, заполнение морщин, дефекты какие-то, рубцы, которые маскируют, вводят. Это уже очень с высокой длинной цепочкой, с высоким молекулярным весом гиарулоновая кислота. Там используются бутирофенольные мостики, как правило, которые сцепляют, и эта кислота находится в тканях до 8 месяцев. В зависимости от плотности, от производителей, от вида кислоты и от добавок каких-то. И вот эта кислота применяется уже для наполнения морщин, для увеличения губ. В плане того, что опасно, не опасно, гиарулоновая кислота, как я уже сказала, что это компонент нашего организма. На гиарулоновой кислоте у меня сделана кандидатская диссертация, мы её смотрели вдоль и поперёк в своё время. То есть делали срезы ткани, человеческой ткани, причём после введения филеров этих. Идёт процесс асептического воспаления, как после любого укола. То есть это всё равно вмешательство. Асептическое воспаление это не бактериальное воспаление. То есть идёт асептическое воспаление, где-то все признаки его стихают, там идёт выброс биогенных аминов и прочих различных веществ, которые реагируют на введение. Вот стихает воспаление к 10-му дню где-то. К 14-му дню нормализуется полностью состав окружающих тканей. То есть вы понимаете, что за 2 недели организм уже адаптируется к этому. Скажите, пожалуйста, Нина Станиславовна, Ольга Николаевна, Сергей Александрович, к вам общий вопрос. Является ли косметология такой же важной отраслью, как и вся остальная у нас медицина? Здесь, наверное, я отвечу. Безусловно, косметологию мы не ставим в ряд с экстренной медициной, которая жизненно необходима. Но так, чтобы это всё как-то выглядело более обоснованно, мы на более простые составляющие разложим. То есть если посмотреть на это с больше духовно-нравственной стороны, то уже во всём мире на сегодняшний день подробно говорится о психосоматике. То есть другими словами о душевно-психическом состоянии человека, которое отражается на его физическом состоянии. И, безусловно, косметология, она в определённой степени эту проблему решает. То есть когда мы улучшаем свой собственный внешний вид, внешний вид наших пациентов, мы неуклонно ведём к гармонии душевной. То есть человек чувствует себя комфортно и в гармонии с собой, социумом, и, что очень немаловажно, чувствует симпатию со стороны противоположного пола. А это для нас, как говорится, безграничная основа для вдохновения. То есть мы, конечно же, не говорим о том, что косметология является жизненно необходимой, с одной стороны, но с другой стороны, она качественно улучшает жизнь человека и добавляет смысла в его жизнь. Я хочу пожелать прежде всего вам здоровья и крепких нервов, благодарных пациентов, чтобы удачи и успехов в развитии вашей клиники. Пусть все ваши планы сбудутся. Гостям я хочу сказать огромное спасибо за то, что пришли, откликнули. А нашим телезрителям я вас призываю, пожалуйста, любите себя, обращайтесь только к специалистам, изучайте, задавайте вопросы и будьте внимательны к своему телу, к своему лицу. Ну и, конечно, смотрите программу «Мысли в сфере».